Добрый вечер, Гомель. Я Наталья Волынец. Приветствую всех на телеканале Беларусь 4. Сегодня вторник, а значит в прямом эфире наступило, дорогие друзья, время полезных советов. И сегодня я предлагаю поговорить о сладостях. Вот все мы любим сладости. И давайте узнаем, чем же опасны наши любимые пирожные и вообще существуют ли какие-то, скажем так, полезные десерты. Разобраться в сладкой жизни сегодня мне помогут гости в студии. Это Оксана Петренко, кулинар, кондитер Гомельского кулинарного колледжа. Добрый вечер, Оксана. Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях Оксана Конова, кандидат медицинских наук. Я очень рада, что вы сегодня нашли время для наших зрителей. Светлана Харужая, дорогие друзья, фитнес-инструктор и, вы знаете, приверженец полезного питания. Добрый вечер, Светлана. Ну и, конечно же, рядом со мной всем известный вам, дорогие наши зрители, это Вячеслав Корса, музыкант. И, насколько я понимаю, хотя до сих пор не до конца знаю, вот Слава скрывает эту информацию даже от меня, но, насколько я понимаю, Слава большой любитель сладкого. Да, Слав? Я осознанно. Это как? Это подожди. Ну как? Я понимаю, что это такое, но люблю. Но люблю? Подожди. Вот хорошо, есть ли у тебя какой-то такой любимый все-таки десерт? И как часто ты все-таки позволяешь себе что-то сладенькое? Ну, по-разному бывает. Давай расскажи про сегодняшний, может быть, день. Сегодня? Да. Что было на сладкое? Сегодня, на что сегодня? Нет, вот я сегодня не срывался на сладкое. Ну, у тебя еще будет такая возможность в прямом эфире. Хорошо, вот если будет стейк, например, да, и торт, что ты выберешь? Все зависит от настроения, все зависит от запроса, внутреннего запроса организма. А теперь просто да или нет? Что ты выберешь? Ну, я не знаю. Ну, скорее, что ты выберешь, стейк или торт? Вот, вот это уже более правильно. Хорошо. Тогда ответь еще на один вопрос, такой блиц-вопрос уже, давай все узнаем, как музыканты, да, относятся к сладостям. Расскажи, сколько ложечек сахара ты кладешь, например, там, в чай или кофе? Ну, вот в стакан 200 миллилитров я кладу две ложки, но я стал, наоборот, делать, я стал заваривать себе в меньший объем, ну, и класть одну ложку. А, ты меня испугала, я думала, в меньший объем и две ложки. Нет, я в меньший объем, чтобы вкус сохранился, а количество сахара уменьшилось. Причем все равно не допиваю, не бывает времени допить бетонца чашку. А как вот, кстати, интересно, да, вот, Слава, интересно такой вот вариант. И он крепче получается, да, вкуснее. На самом деле это такая фитнес-хитрость. Даже так? Да-да-да, когда ко мне приходит девушка на коррекцию фигуры, первым делом я им предлагаю купить маленький объем чашечки. И пусть они пьют свои любимые напитки, кофе либо чай, ну, в меньшем объеме, и тогда попадет меньше калорий в организм. А вот мне интересно, Светлана, скажите, сколько раз вот лично вы в неделю ходите, ну, например, там, в кондитерскую? Ой, ну, вообще, очень редко. Я вам скажу, что я хожу в кондитерскую за компанию. Я вообще хожу получать удовольствие, общаться с друзьями, а цели просто сходить в кондитерскую у меня как бы нет. Поэтому, как получается, ну, не чаще раза в неделю. Скажите, пожалуйста, Оксана, вот а сколько конфет вы можете позволить себе в выходной день, допустим? Вот хочу разузнать, вот как мы относимся к садке. Да, вот в выходной. Только одну, только одну. Во всем должна быть мера. Вот смотря на вас, я даже и не переспрашиваю, и не сомневаюсь. Ну что ж, тогда, наверное, еще вопрос будет все-таки для нашего врача. Какого десерта, вот ради какого десерта вы готовы отправиться в Париж? Там, говорят, самые вкусные, да, сладкие сладости. Не могу сказать, что ради десерта я бы отправилась в Париж. Ну, наверное, вот эти вот новые, как они там называются, макароны, вот такие разноцветные. Разноцветные, да, вот, наверное, попробовали. Вот, наверное, попробовать, да, настоящие французские. А я однажды ездил за 400 километров только ради десерта. Вот, вот эту историю мы и ждали, в принципе. Хорошо, что не к концу программы. Ну-ка расскажи. Я однажды поехал из Могилева в Киев за киевским тортиком. Это были советские времена? Это был, это был, нет, это был 99-й год. Я поехал с одним зонтиком, вот, в Киев, и утром рано уехал, и поздно ночью вернулся. Вот, вот что делают, дорогие друзья, с нами сладости иногда. Мы готовы... Тогда у нас не продавались. Мы готовы преодолевать даже огромное количество километров, да, ради того, чтобы попробовать любимый десерт. Очень интересно узнать, как вы, дорогие друзья, относитесь к сладостям, какие десерты считаете полезными. Поэтому делитесь, пожалуйста, своими советами и рецептами в прямом эфире и участвуйте в нашем конкурсе. Итак, сегодня, вот прямо сейчас, разыгрываем два билета на выставку Шершеляфам. Напомню, что эта выставка проходит в эти дни в Гомельском дворцово-парковом ансамбле. Итак, надо просто по телефону 34-22-43 назвать любимый десерт Карлосона. Помните такого популярного литературного персонажа, который был создан известной шведской писательницей? Итак, напоминаю, 34-22-43 назовите, пожалуйста, любимый десерт Карлосона. Ну что ж, мы продолжаем прямой эфир. Оксана Николаевна, вот скажите, пожалуйста, а кто вообще больше сегодня сладкоежки, мужчины или женщины? Все-таки существует стереотипное такое мнение, что представители сильного пола любят мясо, а вот женщины по сладкому. Есть даже такая смешная присказка, что женщины больше разговаривают о диетах и о сладком, а мужчины больше потребляют. На самом деле, а раньше считалось, что женщины, но в последнее время, вот мне кажется, мужчины стали больше потреблять. И по статистике, кстати, провели исследование в Британии так давно, именно мужчины больше начали потреблять сладкого. Ну, отсюда у них там... Я очень хочу подтвердить, в нашей семье тоже намного больше любят сладости супруг, а сын, у него чутье, он находит все сладкое, что есть в доме. И поэтому в моем доме в основном полезные сладости, потому что... Или их надо прятать, если они не полезные. Находят дети, у них чутье... Нюх. Да, у них нюх даже на самых высоких полу. Вот, да, мужчины почему-то любят больше. Слава, у тебя есть заначка, где светлая шоколадка, честно скажи? Бывает, на работе. А, ну, то есть супруга контролирует все-таки, да? Да, супруга будет проконтролировать все, но не может проконтролировать мой рабочий кабинет. А в рабочем кабинете иногда, да, что-нибудь водится, да, бывает такое. Я знаю, что у тебя в репертуаре есть очень много песен о любви, об отдыхе, о женщинах, и наверняка есть что-то о сладости. Вот, на самом деле, вот самая большая сладость в моей жизни, это моя доча. Она, конечно, сладкоежка, очень такая, да, сладкоежка. Ну, мы, наверное, еще про детей поговорим, сладкоежка. Но я спою не свою песню, а замечательный минский автор Борис Семенович Вариханский написал песню про свою дочку. Очень давно, еще в 85-м году, но у него дочка Катя, и у меня дочка Катя. И я вот, когда эту песню давно ее знаю, и когда ее пел, я все время думал, что вот что-то в ней есть родное. И когда у меня появилась моя дочка Катя, я понял, что вот эта песня, она вот как будто бы я ее написал, хотя написал ее другой человек. Так, давай послушаем. Там, где-то далеко, где море черное, где звон цикад и запах южных роз, Живет в одном курортном городе, в царапинках и конопушках нос. Там ножки босые ко мне семенят, там серые глазки так любят меня, Там с пелою вишней испачкан рот, мне песню мою улыбаясь поет. Там, где-то далеко, на солнце щурится веселый белоснежный теплоход, А где-то рядом на тенистой улице болтушка несусветная живет. У этой девчонки изменчивый нрав, ей точно известно, кто прав, кто не прав, Но с ней заключить может временный мир, волшебное средство с названием пломбир. Там ножки босые ко мне семенят, там серые глазки так любят меня, Там с пелою вишней испачкан рот, мне песню мою улыбаясь поет. Там, где-то далеко, коль ехать поездом, а если с самолетом три часа, Грустят такие добрые и грозные задумчивые дочкины глаза, И мой самолет начинает разбег, спешу я к тебе, мой большой человек, Спешу я туда, где в царапинках нос мне скажет при встрече, Ты что мне привез? Там ножки босые ко мне семенят, там серые глазки так любят меня, А там с пелою вишней испачкан рот, мне песню мою улыбаясь поет. Мне песню мою улыбаясь поет. На самом деле, спасибо, Слава, действительно удивительные вещи существуют в жизни. Это сладости, такие же удивительные, как и создания, которые их очень любят, Это наши дети. Действительно, чтобы прийти к ребенку без конфеты, Это уже особый ритуал. А почему? Почему дети так сильно любят сладкое? Вот мне кажется, до дрожи иногда прям доходит у них. Есть какое-то этому, скажем так, физиологическое обоснование? Ну, физиологическое обоснование это тому, что мозг наш любит сладкое, Конечно же, ему надо получать удовольствие. Ведь сродни, когда получает мозг сладкое, у него выделяются специальные гормоны, Я уже не буду называть какие, но гормоны счастья, гормоны удовольствия. И поэтому, конечно, человек, попробовав единожды сладкое, Ему потом опять захочется удовольствие повторять. Вот точно так же дети, мы с детства их приучаем к тому, что сладкое – это хорошо, это вкусно. И, конечно же, чем больше мы будем давать, ну, лучше, конечно, ограничивать и следить за этим, тем больше в конечном итоге он у нас будет это требовать, и вот будет находить и выискивать все наши заначки сахарных. Светлана, сколько у вас детей? Двое. У вас двое детей, какой это возраст? Семь и десять лет. Мальчик, девочки кто? Семь лет девочка и сын десять лет. Вот вы их ограничиваете как-то в сладком сегодня? Ну, с дочерью у нас жесткие отношения со сладким, ей допустимо только горький шоколад, потому что у нее аллергия на глютен и там другие продукты. То есть, собственно, по этой причине в доме у нас, в дом не приносят печенье, пряники. Ну, то есть у нас, по сути, в доме только полезные сладости, поэтому для старшего ребенка нет никаких ограничений. То есть вы не прячете от них конфеты, шоколадки, не скрываете, не закрываете турты? Ну, я для себя прячу, но они находят. Находят, да. И я бы хотела еще вот как бы тоже прокомментировать, но вот по моим ощущениям, мне кажется, что детям больше хочется сладкого, и это не так, скажем так, опасно, например, для фигуры, потому что у них совсем другой обмен веществ. У них это все мгновенно уходит. Конечно, там побегал, там попрыгал. Да, они активно двигаются, и лично я не вижу повода еще этот запрет ставить своим детям, такой жесткий, тем более, что в коллективе школьном всегда они друг друга угощают, и без фанатизма, опять же. Без фанатизма. Дорогие друзья, вот слово «без фанатизма» и «сладость» совершенно не касалось одного известного литературного персонажа Карлсона, да? Это я все еще напоминаю нашим зрителям про наш конкурс. Разыгрываем два билета на выставку Шершель-Афам в наш дворец Румянцев-Паскевичей, и вопрос нашего конкурса звучит так. Нужно назвать просто любимый десерт Карлсона, подсказывать, что уже есть вариант ответа. Давайте послушаем телезрители. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Давайте познакомимся. Вы нас слышите? Алло. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Людмила. Людмила, вы любите сладости. Скажите честно. Честно люблю. Хорошо. Какой любимый десерт ваш, расскажите нам? Очень плохо слышно. Если мой любимый десерт... Да, ваш любимый десерт. То морковный пирог. О, ну вот. Это очень, кстати, вкусно и полезно. Хорошо. Поучаствуйте в конкурсе, выиграете два пригласительных билета на выставку Шершель-Афам. Какой был любимый десерт у Карлсона? Вспомнили? Я помню. Так. Это были плюшки с какао. Отлично. Правильный ответ. Действительно плюшки. А вы знаете, вы не поверите, наши участники сегодняшнего эфира во время рекламы, они не могли сориентироваться и многие назвали неправильный ответ. Варенье. Это было варенье. На самом деле, действительно, Карлсон-то любил плюшки. Ну что ж, дорогие друзья, напоминаю, что это прямой эфир. Очень интересно ваше мнение, как вы относитесь к сладостям, какие вообще десерты считаете полезными. Поэтому делитесь своими советами и, конечно же, рецептами в прямом эфире и участвуйте в наших конкурсах. Продолжим сразу после рекламы. Добрый вечер, Гомель. На Беларусь 4 продолжается прямой эфир. Каждый вторник это время полезных советов. Напоминаю, что сегодня в прямом эфире мы раскрываем тайны сладкой жизни, поэтому присоединяйтесь к нам по телефону 34 22 43, пишите свои сообщения в Вайбере. И, конечно же, участвуйте в наших конкурсах. Совсем скоро будет еще один очень интересный вопрос и призы. Ну а пока я предлагаю поговорить о том, как вообще меняется сегодня мода на сладости. Вот, казалось бы, еще недавно, вот совсем недавно в почете были, что вот плюшки, ватрушки, мишки на севере. Помните, торт Наполеон. Каждая хозяйка вообще считала своим долгом делать такой десерт. Сегодня же кулинарная мода удивляет разноцветными пончиками, макарунами, не знаю, правильно, макаруны, да, правильно говорю. Черное мороженое с чипсами сын недавно принес, не рискнула я попробовать. Ну и, конечно же, всевозможные вот эти торты с глазурью. Это то, что меня просто удивляет. Оксана, какие сладости действительно в моде в этом году? Вот расскажите, что будем печь, пробовать и что надо обязательно попробовать, когда зашли в очередную кондитерскую? Наталья, в этом году в моде десерты. Этим французским термином сегодня во всем мире называют завершающее блюдо любого стола. Поэтому сегодня десерт «Три шоколада» мы покажем немножечко попозже, он сейчас у нас готовится. Представляете, не один, а три шоколада сразу в одном десерте. Дорогие друзья, берите, запасайтесь ручками, блокнотами, потому что действительно вас сегодня ждет один из уникальных десертов. Это вот уже совсем скоро, но я бы хотела на данный момент посмотреть, все-таки какие сладкие шедевры готовят сегодня ученики, ваши ученики в Гомельском колледже кулинарии. Вот мы уже видим эти шедевры. Мне вот интересно, да, вот эти вот сладости. Я видела, там были еще замечательные торты. Оксана, прокомментируйте, расскажите вообще. А, это не те шедевры. Покажите нам, пожалуйста, то, что готовят ученики. Вот этот торт, который приготовили в колледже нашем, да, Кулинар? Да, действительно. Это выпускные работы наших учащихся кондитеров второго курса. В эти работы полностью вложены знания, творчество, фантазии и частичка души каждого нашего ученика. Потому что сегодня профессия кондитера – это профессия очень творческая и очень интересная. Это профессия, которая требует высочайшего профессионализма и мастерства. Ну, так вкусно выглядит, конечно, да. Сколько времени уходит на создание торта? Ну, на создание такого торта уходит около 8 часов. При оценке мы обращаем внимание, в первую очередь, на внешний вид, на качество основных и отделочных полуфабрикатов. И, конечно же, на оформление наших тортов. Сегодня мы используем самые современные отделочные полуфабрикаты. Это карамель, мастика, ганаш, шоколадная масса и зеркальная глазурь. Сегодня, Наталья, даже не каждое предприятие у нас в городе может похвастаться тем, что предлагают своим покупателям торты с такими современными полуфабрикатами. А в нашем колледже кулинарии созданы все условия. У нас очень хорошая материально-техническая база и особенно шикарные мастера производственного обучения, благодаря которым такие получаются шедевры замечательные. И вот сегодня кондитеры, они чаще кто? Мальчишки или девчонки? Ну, чаще девчонки. Вот в этой группе, это моя группа, я куратором была в этой группе. У нас было три парня и 27 девчонок. Скажите, пожалуйста, Оксана, а вот ваш личный кулинарный кондитерский шедевр, это что? Торт Наполеон какой-нибудь или... Нет, не Наполеон. Ну, как говорят умные люди, все гениально просто. Поэтому я люблю десерты, в состав которых входят фрукты. И предлагаю телезрителям свой десерт, который называется сладкоежка. Он очень легкий, вкусный, воздушный и в то же время полезный. Его можно приготовить и зимой, и летом. Кусочки бисквита соединяются с пломбиром или взбитыми сливками. Добавляется свежая клубника, любые фрукты. Ну, я киви добавляю, укладывается все горкой, и сверху я посыпаю тертым шоколадом. Мне сегодня не удастся избежать каких-то вечерних не поеданий сладкого. Я думаю, так все вкусно рассказывается. Спасибо большое, Оксана. А вообще вот белорусская кухня и белорусская, скажем так, белорусские сладости. Есть какой-то такой традиционно белорусский национальный сладкий рецепт? Да, есть у нас в Беларуси очень старинный рецепт, называется кулага. Он готовится почти так же, как и кисель. На основе различных ягод можно использовать землянику, клубнику, черешню, черемуху даже можно использовать. И вот именно когда мы используем загуститель для приготовления киселя, мы используем крахмал. А здесь используется ржаная мука. Ну, для любителей каких-то острых таких ярких ощущений можно добавить какие-то пряности, корицу и гвоздику. И еще большой популярностью пользуется такой десерт белорусский. Он называется «Яблоки в платочке по-белорусски». А яблоки в тесте получается, да? Да, да, да. Приготавливается пресное слоеное тесто, раскатывается на полоски, затем нарезается на квадраты. В каждый квадрат укладывается яблоко, но предварительно необходимо удалить сердцевину, заполнить ее медом или сахаром. Можно посыпать корицей и завернуть в виде платочка. После выпечки и охлаждения посыпать сахарной платочкой. Слава, где твой блокнотик? Ты понимаешь, ты сегодня сколько... Я запомнила. Ты запомнила, потому что сегодня столько даем на рецепт и полезных советов. Вот Оксану можно слушать днями, часами. Оксана, вы можете нам показать какой-нибудь современный рецепт? Вы про три шоколада обещали, я уже видела, что-то там принесли. Я сегодня в студию пришла не одна, со мной наш учащийся колледжа кулинарии Иванов Антон. Он неоднократный победитель различных внутренних конкурсов профессионального мастерства. Добрый вечер. Недавно Антон вернулся у нас с международного конкурса из России, где занял второе место. И сегодня Антон продемонстрирует оформление десерта «Три шоколада». Вообще, я очень люблю, когда мужчина умеет готовить, а еще когда мужчина готовит сладости. Мне кажется, это Антон, у вас все еще впереди, я имею в виду, и вообще и счастья много должно быть. Итак, «Три шоколада». В чем смысл этого десерта? Расскажите, пожалуйста. Я думаю, что нетрудно будет догадаться нашим телезрителям, почему так называется. Потому что в состав десерта входит три различных шоколада. Молочный, горький и белый шоколад. Это вот десерт, который мы сейчас видим на тарелке, да? Да, и десерт наш состоит из трех слоев. Предварительно мы уже приготовили два слоя. Первый слой – это у нас был шоколадный мусс. Для его приготовления мы использовали цельное молоко, которое доводили до кипения, добавляли подготовленный желатин и кусочки молочного шоколада. Отдельно взбивали сливки 33% жирности, чтобы не было никаких комочков, вводили в наш молочно-шоколадный сироп и все перемешивали. Затем заливали в силиконовую форму, вот в виде такой вот полосочки, и сверху укладывали песочную основу. Для приготовления песочной основы сливочное масло соединяли с сахарной пудрой, добавляли горький шоколад растопленный, охлаждали в течение 30 минут, и в качестве ароматизаторов добавляли коньяк или ром, и можно было еще добавить ванильную пудру. То есть вот сейчас у нас, получается, десерт наш немножко расплавился под нашими софитами, да? Вы так его берегли, Антон, я видела перед эфиром, мы накрывали специальным, да? И вот немного у нас тут жирковато. Так, ничего страшного. Ничего страшного, мы охлаждали его в шокофризере, но домашние хозяйки могут охладить в морозильнике. Как искусно еще и украшают. Значит, здесь у нас пока два шоколада, я правильно понимаю? Да, да, два шоколада. И вот сейчас мы будем оформлять третьим шоколадом. Это сегодня очень популярный отделочный полуфабрикат, называется «Ганаш». Такое интересное название. Для приготовления этого отделочного полуфабриката используется сливочное масло и именно белый шоколад в соотношении один к одному. Шоколад растапливается, затем взбивается сливочное масло, соединяется с растопленным шоколадом, ну и затем добавляются ароматизаторы. Ой, слушайте, я хочу... Вот Антон сейчас демонстрирует. Как он спрятал все неточности и поломки наши, посмотрите, этим третьим шоколадом. Молодец, быстро сориентировался. Ну и, конечно же, для оформления мы используем самое полезное – это фрукты и ягоды. Но в данном случае мы брали вишню. И для того, чтобы наш десерт был очень ярким и красивым, мы его еще украсим листочками мяты. Ну вот хотелось бы обратить внимание, когда оформляется такой десерт, самое главное – обращать внимание на цветовую гамму всех цветов. И вот то, что делает Антон, вот я хотела бы обратить ваше внимание, сегодня очень популярно и современно – декор тарелок. Просто мы очень аккуратно, я видела, как Антон наклонял эту тарелочку, обратил внимание, да, и очень аккуратно вот получаются такие... Вот практически наш десерт «Три шоколада» готов. А что сейчас вот Антон посыпает? Это что такое? Это земля из песочного полуфабриката. Это тоже отделочный полуфабрикат, который сегодня очень популярен. На нашей тарелке он смотрится красиво. Ну и последний, завершающий этап – это листочки мяты. Ну, как вы считаете, вот сколько я могу съесть сегодня такого десерта, чтобы все у меня было, в принципе, в порядке? Прокомментируйте нам вообще вот это чудо. Сегодня уже нисколько. Сегодня на ночь уже, наверное, нисколько. А вообще что скажете? Конечно, восхищаюсь мастерством, очень красив сам процесс. Но как доктор могу сказать, что самое полезное здесь фрукты – только и ягоды. Но с другой стороны, и мята, вот мята еще полезна. Но с другой стороны, наверное, как на праздник, когда собирается семья или гости, или друзья, то, наверное, это очень замечательный вариант действительно угостить того, кого ты любишь. Слава, ты что-то пригрустнел. Я понимаю, что дом тебя ограничивают сладком, но здесь-то в прямом эфире можно все. Я, Оксана, как вы думаете, Слава сегодня уже… Можешь попробовать этот десерт? Конечно, нет, Наталья не рецепт. Я подготовился, я сейчас не ел сладко. Так, десерт-три шоколада, мы предлагаем попробовать всем. Рецепт. Ну как, ну даже врач не разрешает. Все-таки давайте в прямом эфире сделаем исключение и попробуем. Действительно, да. Надо попробовать. Попробуем? Попробуем. Ну давай, мы ждем твоей реакции, да, пожалуйста. Так красиво, тем более, что он все это делает. Красиво, и тесто там маловато, там много только сладкое. Маленькое, сладкое. Мы же не злоупотребляем. Да, мы не каждый день скидем. Попробуем. А вот, кстати, Светлана, вы пробуете такие десерты или все только полезное? Да, я пробую. То есть вы любой десерт обязательно должны попробовать, да? То есть это ваше правило, я так понимаю. Ну дело в том, что вообще самое главное правило, чтобы есть сладкое и не полнеть, это пробовать. Не нужно есть, можно попробовать. Поэтому я только за. И тем более, что я вот смотрю, здесь совсем немного его. Немного, совсем много. Вы знаете, Антон, можно по кусочку нашим гостям предложить тоже? Есть возможность такая? До 70 грамм на самом деле допустимо, потому что все это потом прекрасно трансформируется в гликоген, запасается в печени, а вот уже больше 70 грамм, там уже вопрос. А что мне нравится на таких десертах? Большая тарелка, красота и чуть-чуть десерта. То, что там и есть сочетание углеводов и жиров, тут нужно... Ну я бы в удовольствии, тем более в прямом эфире, вообще не отказываюсь. Не отказываюсь? Ну так подходите вот, Антон, к вам. Приходите потом ко мне, мы это отработаем. Я отработаю. Ну что ж, а вы тогда, Оксана, расскажите несколько советов начинающим кондитерам, кто вот захочет сделать такой десерт, чем же его главный секрет? В первую очередь я хотела бы посоветовать кондитерам, которые только начинают, при выборе продуктов надо обращать внимание на качество и на срок годности. Практически не только в десерты, но и в пирожные, и в торты входит мука. Поэтому перед использованием муку необходимо просеять, потому что в процессе просеивания мука обогащается кислородом воздуха. Удаляются вредные примеси и металлопримеси. Если мы покупаем сливочное масло, то жирность должна быть не менее 82%. Если используется для выпечки маргарин, лучше всего использовать сливочный или молочный, потому что именно вкус этих сортов маргарина, они приближаются ко вкусу сливочного масла. То есть, я так поняла, не экономить, не лениться для просеивания муки. И в принципе, эти два основных правила помогут любой хозяйке справиться с любым интересным рецептом. Хочу узнать мнение наших гостей. Надо попробовать? Попробовать. Очень вкусно. Я сейчас вот во время рекламы. Понравилось? Очень. Ну, это здорово. Спасибо вам, Антону огромное спасибо, Оксане, спасибо. Дорогие друзья, но это еще не все. Вас еще ждет сегодня уникальный, удивительный рецепт полезных сладостей. Но это все будет чуть позже в нашей программе. Я вот хочу, Оксана, еще спросить, насколько удается ей готовить столько, много знает рецептов, и готовить вот эти вот вкусные вкусняшки, я бы сказала, и оставаться такой стройной. Что? Как вы себя сдерживаете? Ну, я считаю, что необходимо руководствоваться таким принципом. Все должно быть в меру. И тогда из удовольствия, ну, можно и пользу извлекать. Ну что ж, а вообще, на самом деле, дорогие друзья, вопрос, который волнует, мне кажется, всех, особенно девушек мира, это есть ли вообще торт и пирожное, может быть, другой какой-то десерт, который вот можно есть и не бояться при этом поправиться. Вот об этом мы и расскажем сразу после рекламы. Добрый вечер, Гомель, на «Беларусь-4» продолжается время полезных советов. Вы знаете, мы тут пробуем вкусный десерт. Вот только что действительно познакомили всех наших зрителей с удивительным рецептом «Три шоколада». Спасибо еще раз большое, Оксане. Вот все попробовали, все как бы так это по чуть-чуть. Вот по чуть-чуть. Я считаю, что вот эту вот норму мы должны выяснить, норму сахара в день, мы должны выяснить, понять и самое главное как-то принять все-таки, да, вот в ходе нашей дальнейшей программы. Итак, дорогие друзья, напоминаю, что сегодня в прямом эфире мы говорим о сладостях. И вы знаете, вот во время рекламного блока Слава меня вот так вот прям за руку хватало, говорил, попроси, я в эфире тоже расскажу свой рецепт, я не могу ему отказать. Слав, вот твой любимый рецепт, вот что ты готовишь, когда просит жена, дети? Дело в том, что на одном фестивале я участвовал, в общем, такой уже не по своему возрасту, но попробовал участвовать в конкурсе. И там обещали очень большой приз, очень денежный. Я выиграл первое место. Тебе дали приз? Ну, их кинули спонсоры. И вместо приза мне подарили десертницу. Так. Вот, мы пытались разобраться, что это такое. В общем, и мы... А что это такое? Это такая интересная штучка. В общем, мы эту десертницу, в итоге мы так-так увлеклись изготовлением десерта с помощью этой штуки, что ее сломали, купили такую же вторую. Так вот, эта десертница, это типа как такая мясорубка, она очень мелко измельчает вот замороженные фрукты. Так. И такой выдает такой вот, ну, такой как бы, ну, не знаю, как-то такое... Пюре, да, замороженный как-то, щербет, да? Да, и вот мы что делали? Мы брали просто, замораживали различные фрукты, бананы, киви, грушу, яблоко, клубнику покупали замороженную, ну, или замораживали там. Вот, и брали йогурт, вот этот вот, который, не сладкий йогурт, который двухпроцентный вот есть, там вот разные фирмы есть, греческий йогурт есть там, особенно греческий, он очень хороший, очень насыщенный вкус у него, и замораживали этот йогурт, и потом в этой десертнице, вот, меняя кусочек-кусочек кубик йогурта, кубик этого фрукта замороженного, и вот так вот делали, и получалась совершенно потрясающая штука, вкусная, как мороженое. Как мороженое. Вот, но она совершенно безвредная, она совершенно нормальная, совершенно... Довольно легкий рецепт, и я опять попрошу вас прокомментировать. Можно сказать, полезный десерт, очень даже полезный десерт, да, и йогурт, и фрукты, и получаем все, да. Никакого дополнительного сахара, лишнего ничего. Просто вообще. Идеальный, вот так вот, салфет. А в йогуртах нет сахара? Нет, мы говорили, что без... А без сахара? Без греческий йогурт, без содержания сахара, или с пониженным содержанием. А мороженое, я так поняла, ты о нем не только поешь, но еще же любишь, наверное? Не, мороженое я люблю, я мороженое предпочту всему. Серьезно? Даже если мне поставить так пиво и мороженое, я выберу мороженое. Ну, так вот с этого и надо, начинай. Мы говорили, кто больше сладкоежка. Вот, да, вот мы наконец-то выяснили, действительно, тот тут сидит, скрывает мясо, мясо. По мороженому я так гурман, потому что я, если буду стоять возле мороженого, я буду разные выбирать, ходить, смотреть. Если вот мне можно, если я очень хочу, или там я знаю, что не спалюсь. Посмотрите, до того, как Слава попробовал десерт, Оксана, три шоколада, да, он как-то немножко так приуныл. А вот теперь у него столько настроения появилось. Вот действительно наше настроение, говорят, зависит от сладкого, да, вот этот гормон радости. Все в том же гормоны радости, да, эндорфины, гормоны радости вырабатываются. Мне кажется, творческим людям его, да, не только творческим, наверное, многим людям. Увлеченным очень, да? Ну что ж, дорогие друзья, вот мне подсказано, что самое время разыграть еще два билета на выставку Шершеляфам, которая проходит в музее Дворца Румянцевых Паскевичей. Сегодня все вопросы касаются сладостей. Итак, 3422.43, очень интересно, сможете ли вы быстро ответить на вопрос конкурса, откуда появилось название мороженого Пламбир? Какие у вас варианты? 3422.43, разыгрываем два пригласительных билета на выставку Шершеляфам. Ну, мы уже выяснили, что вот любители сладкого, вот, как вот, Вячеслав, да, утверждает, что сахар все-таки способен улучшить настроение, и вот Славе это помогает, мы это проверили даже в прямом эфире, да, вот он как-то так вот весь воспрял. Но поговорим сегодня, наверное, подойдем к этому с другой стороны. Вот смотрите, в последнее время, согласитесь, в наших городах появляется очень много кондитерских, да, вот каких-то шоколадниц. Вот мне очень интересно, Оксана Николаевна, все-таки говорит ли это о том, что белорусы стали больше употреблять сладости, и самое главное, стоит ли вообще из-за этого волноваться? Ну вот, например, по статистике Белстата, за 2018 год немного больше стали потреблять сладкого. Но вообще, если взять на начало 20 века, например, да, наверное, статистика такая тоже есть, да, то мы чуть ли не в 10 раз стали потреблять больше сладкого, да, но был потом период где-то 70-80-90-е годы, когда вообще зашкаливали там за 100, примерно за 120-130 грамм в сутки. Самые нервные периоды, да, в истории были. Теперь, ну, примерно к 80-100, ну, 80-100 грамм в сутки, но, опять же, как, смотри, именно сахар, я имею в виду вот именно вот эти легкие углеводы, легкоусвояемые углеводы, да, то есть мы не говорим про сложные углеводы, именно легкоусвояемые углеводы, да, много потребляют белорусы, тоже получается где-то в среднем в месяц около 2 килограмм на каждого белоруса, это много. Потребление сахара, у нас был такой тоже слайд, это в России, посмотри, кстати, слава, посмотри, как менялось. Ну, Российская империя, мы-то были тоже, еще там, да, 900-й год, то есть 13 грамм сахара. 13 граммов в сутки на человека, и сегодня, ну, тут уже устаришь немножко. Ну, вот примерно к 100 граммам, но это по России, но в Беларуси чуть-чуть не меньше, но практически одинаковая цифра мы вместе с Россией, практически одинаковая. Мне вот хочется все-таки о кондитерских поговорить. Так, поговорите. У меня просто есть свое мнение, мне кажется, что тот факт, что у нас все больше кондитерских, это очень здорово для нашего города, понимаете? У нас появляется какая-то вот культура приема этих сладостей. Ведь когда мы приходим в кондитерскую, например, я, я выбираю самый красивый, самый лучший десерт, я не беру его много, но вот это вот ощущение, что ты даешь себе много удовольствия, ну, для меня, как для женщины, это очень приятно. Поэтому я за кондитерский, и мне кажется, вот я, например, если я попробовала десерт кондитерский, мне дома уже не хочется, получила свою дозу эндорфинов, поэтому я за. Поэтому я за. Вот счастливый человек вам говорит, да. Вообще наш город преобразился в этом смысле, в смысле вот такого различных заведений, где можно вкусно и красиво покушать. Раньше, помню, еще вот 20 лет назад у нас была просто беда с этим была, у нас никуда вообще ничего не было. Топтали печенье дома. Да, топтали печенье дома, по вечерам особенно, да, в теплых носочках, да, еще и плохо топили иногда, то, да, тогда вот именно сладости помогали нам как-то спасаться. Не знаю, я кондитерский тоже люблю. Но действительно здесь надо научиться, скажем так, делать из этого процесс встреч. Встреч. Не поглощение пищи, а все-таки общение. И чтобы сладость немножко его вот так вот подсластила. Настраивать немножко себя, когда ты идешь на встречу, ты идешь общаться. А вы вот, Светлана, вы вот у себя сладкое, если позволяете, то когда, в какой половине дня? Ну, скажем, вечером можете позволить? Ну, кроме прямого эфира, естественно. Понимаете, я тренер, я могу. Я это все отрабатываю. Спорт. Поэтому я могу. Вот лично я. Я вот все время вспоминаю слова из-за артиста Ахлобыстина. Он все время говорил, поел, отжался, поел, отжался. Мне кажется, это их сладостям тоже очень хорошо относится. Итак, откуда появилось название «Мороженого пломбира»? У нас есть вариант ответа от наших телезрителей. Добрый вечер, вы в прямом эфире. И предлагаю познакомиться. Где-то слышу, но не знаю где. Где наш телезритель? Вы меня слышите? Скажите, пожалуйста. Алло. Да, говорите громче. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Ирина. Ирина, вот где-то мы вас слышим. Не знаю, слышит ли вас наш телезритель. Ну, я буду переводить. Значит, нам звонит Ирина где-то там. Ирина, давайте так. Мороженое пломбир. Откуда появилось? Ваш вариант. Ну, насколько я помню, что вообще мороженое произошло от Франции. И там был такой город Пламбьер. А назовем его Пламбир. И какое-то окончание Пламбьер, по-моему, Малибен. Вы знаете, вы правильно ответили на вопрос конкурса. Действительно, французский город Пламбьер. Так все красиво звучит. А вы мороженое любите? Ну, со временем. В детстве любила. Сейчас так, относительно. Скажите, пожалуйста, есть какой-то такой рецептик несложный, сладости, которые вы готовите дома и которые любят ваши домочадцы? Поделитесь с нами. Блинчики очень любят со сгущенкой. Ну, мороженое мы тоже любим. Блинчики со сгущенкой, это тоже на завтрак, да, желательно? Вот на завтрак. Вот, наверное, я думаю, это и врач скажет. На завтрак. Чуть-чуть. Или нет. Вообще нельзя? Спасибо за телефонный звонок. Мы вас поздравляем. Без сгущенки и лучше вот именно запасаться с утра, опять же, сложными углеводами, например, овсяной кашей, которая вам позволит медленно расходовать и не делать этих резких скачков инсулина в нашей крови, да, то есть чтобы мы спокойненько до обеда вот на, без, без, без паники в организме, да, то есть чтобы не было вот этих скачков инсулина. Поэтому лучше что-нибудь такое, долгоиграющие углеводы фитнес-тренер меня поддержит. Оксана Николаевна, вот смотрите, вот мы уже вроде как затронули эту тему, сахарная зависимость, да, вот все мы любим сладкое. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то вот не позволяет себе иногда, кто-то ему не позволяет, например, там, да, вот домочаться, их там контролируют. А вообще на самом деле откуда вот берется эта сахарная зависимость? И когда стоит человеку остановиться, когда вот наступает момент, когда он должен все-таки задуматься или к врачу пойти, или просто перестать есть сладкое, или сделать меньше эту норму? Когда? Как это понять? Вы знаете, наверное, это сформируется с детства, во-первых. Есть понятие, как мы формируем в своих детях пищевое поведение, поэтому вот то, что говорят, я позволяю все в детстве, все равно он должен понимать, что мера должна быть на сахар, на конфеты, вот на эти легко освояем углеводы. Как она формируется? Вот так и формируется. То есть мы получаем вот сахар, мы получаем удовольствие, и в конечном итоге, это порочный круг, то есть выбросился инсулин, наш мозг привык есть только углеводы, ему нужны только углеводы. Чем они легче, проще и быстрее, тем он от нас будет требовать, чтобы мы опять эту дозу повторили. Это как наркотическая зависимость. Даже есть такое понятие сахарный запой, когда вообще без разбора и без меры, да, сахарный наркотик, конфетная игла, то есть это, в общем-то, сродни наркотической зависимости. Но опять же, человек должен это понимать, когда он сам уже видит, что что-то я не могу совершенно без сладкого. И что делать в такой ситуации? Ну, наверное, да. Не может ты без сладкого, что делать? Ну, во-первых, можно перетерпеть, иногда можно просто перетерпеть, и тогда восстанавливается баланс. А сколько дней, подожди, сколько дней перетерпеть? Да, хватает даже двух-трех дней, но опять же, если там совсем уж сильной зависимости нет, да, даже есть такое понятие токсический безуглеводный грипп, когда вот симптомы гриппа, то есть вялость, слабость, тяжело. Это потому что ты не съел любимую конфету, да, и ты начинаешь заболевать. По типу ломки, но это когда вот сильная зависимость такая от сахара, такое есть, да, в Америке много таких случаев, не случаев, а описанные, как бы это все есть. Слушайте, а это лечится как-то вя houses' профессия? Это лечится. Опять же, мотивация, разговор с доктором, с грамотным доктором, да, то есть доктор должен мотивировать и психологическая проблема. И, ну, наверное, каждый доктор, особенно терапевт, наверное, он должен быть и психотерапевтом одновременно, да, то есть он должен объяснить, понять, мотивировать пациента, чтобы он понимал, чем это грозит и это очень многих. А чем это грозит? Ой, это грозит очень много. Ну, кроме сахарного диабета, я думаю, мы... Ой, что вы столько проблем. Слава, ну ты знаешь, чем грозит употребление сахара, кроме сахарного диабета? Вот излишний сахар. Ну, иммунитет, конечно же, оставляет. Начинают расти дрожжевые грибки в организме. Плесенью, просто человек покрывается плесенью, молочницей у женщин и так далее. Почему обостряется? Да, грибковая инфекция обостряется, кариес, ожирение, подагру, подагра, гиперогикемия, то есть вот подагра, все это же от всего от ожирения, то есть атеросклероз ранний, мы говорим о раннем атеросклерозе, то есть чем раньше человек набрал лишнего веса, тем у него раньше все это разовьется. Но уже не говорим о сахарном диабете и его осложнениях, которые бывают при сахарном диабете. Проблем очень много. Сколько? Вот, конечно, с доктором. Да, вот, да, я просто хочу сказать, но мы же взрослые люди, да, мы же можем сказать себе в столб, у нас есть здравый смысл. И вот я, например, просто хочу защитить немножко свою позицию. Какую? Мои дети прекрасно знают, я им с детства говорю. Есть еда, есть удовольствие. И когда мы идем в магазин, мы берем еду, и когда мы приходим на кассу, у нас для каждого члена семьи одно удовольствие. Кто-то возьмет мороженое, кто-то возьмет, там, сникерс даже. И дети по пятницам, они понимают, мы придем в магазин, мы возьмем удовольствие, и они понимают, что сначала еда, потом удовольствие. И вы знаете, дети маленькие, они это очень здорово поднимают, уже к 10 годам есть очень четко. Поэтому, мне кажется, вот чтобы своим детям сделать хорошо, их с детства, с ними нужно разговаривать. Разграничить. Да, прививать вот это правильное пищевое поведение. Чтобы потом нарушение пищевого поведения не ходить к психотерапевту и не лечить. Да, вот этот, как это говорят, сахарный мозг, когда мозг хочет сладкого. Или кровь превращается в сахарный сироп, как говорят тоже. Ну, я вот услышала. Разговариваем, пытаемся достучаться до сознания, дети же очень умные люди. Да, дети уже с детства, у них уже сформировано все, традиция пищевая сформирована, они уже будут понимать. Услышала позицию славы, он говорит, очень хороший совет, надо взять на вооружение. То есть я так понимаю, что в твоей семье есть проблемы у детей со сладким, да? То есть они вот, это уже говорили. Ну, скажем так, сейчас мы с этими проблемами стали как-то бороться. Лишь, бороться-то как, и не надо бороться, просто взять один раз как ассоциал, надо попробовать. Вот то же самое. То есть иногда просто делали такие ошибки, как, например, подкупали их. Например, в случае, если они там как-то вот у себя где-то что-то, мотивировали их там, вот если вот это вот, то получишь конфетку. То есть, ну, на таком, на очень примитивном уровне, если говорить, да? Вот, но сейчас поняли, что мы таких ошибок напортачили много уже. Как ты думаешь, мне вообще-то кажется, что ты не знаешь точно ответ на этот вопрос, потому что спрашивают, как вот у обывателя, да, вот, как ты думаешь, сколько сахара в ложках, в граммах, попробуй ответить, можно безболезненно употреблять мужчине, женщине, ребенку? Я не знаю. Ну, давай ложками померяем. Я могу сказать, что я сладкий чай в день пью, ну, раньше пил много, сейчас я стараюсь одну чашку чая в день, нет, ну, я кофе тоже сладкий пью. Ну, сколько ложек в день? Ну, ну, две-три, наверное, получается. Только с чаем? С чаем, ну, так вот я сладких таких продуктов, сахаросодержающих, с фруктих, нет, ну, фрукты разве что. А вот так, ну... Ты считаешь, что ты немного сахара употребляешь? Я считаю, что я себя сдерживаю достаточно немного. Вот давай сейчас вот мы узнаем, что нам скажет врач. На самом деле, сколько сахара, норма, расскажите, мужчина, женщина, ребенок, вот расскажите нашим зрителям. Один раз и навсегда. Если взять по рекомендации ВОЗ, по последним рекомендациям ВОЗ, то около 25 грамм для женщины, и около 37,5, сейчас я объясню, в ложке примерно 5 грамм, 4-5, зависит от того, сколько, да. Вообще считается, что примерно 6 чайных ложек для женщины, около 9 чайных ложек для мужчины. Да, я бы сказал, да. Это не просто съесть и съесть там 6 ложек сахара. Конечно, это имеется в виду вот в перерасчете на... Примерно вот смотреть, какой состав продукта, примерно углеводы. То есть, ну, это вот примерно 25 грамм, ведь в продуктах же есть состав продуктов. Но опять же, я говорю про легкие углеводы. Хорошо, ну сколько, например, можно съесть порции мороженого в день, чтобы не перебрать норму сахара? Давайте вот так вот. Нет, мы переберем тогда уже нормы. Или мы съедим одну порцию мороженого в день, низкокалорийного, и уже тогда все, просто больше ничего не кушаем. Или чуть-чуть высококалорийного, да, и все, и тогда больше вообще ничего. Ничего, ну, хотя бы даже уже в чай и в кофе не добавляют. А вот вы не поверите, я летом, когда, ну, принимаю решение привести себя в некую форму, я вот позволяю все-таки себе порцию мороженого, но действительно отказываешься уже тогда от всего остального. То есть вы стараетесь ограничить себя в другом, и вы, наверное, постоянно в движении. Постоянно в движении. Постоянно в движении, это как печь. И в огромном удовольствии. Все равно получает калорий. Какая разница в каком виде? Все равно все. У нас вот показали, мы не показали слайд, вообще продукты, где содержится, вот, в каких продуктах, какая норма сахара. Я попрошу вот показать сейчас, чтобы наши телезрители еще раз обратили внимание, сколько в мороженом, сколько в зефире. Меня удивило, что один зефир, вот, обратите внимание, один зефир 50 граммов, это уже норма сахара, и больше ничего в день. Да, одна зефирка. Это большая зефирка. Шесть столовых ложек кетчупа, Слав, слышишь, вместе с... Кетчуп очень сахар, и он очень сахар. И два яблока, вот смотри, два яблока, и все, твоя норма. Ты перебираешь, Слава. Яблок там как-то по-другому происходит. Там немного, там другой сахар. Там другой обмен потом. Натуральный, мы говорим сейчас про рафинированный сахар, который искусственно создал человека. Мы говорим сегодня обо всем, и о том, и о том. Да, и о том, и о том, и о том, и о том, и о том. Там все по-другому. То есть надо в любом случае прислушиваться к своему меню и смотреть. Если есть у тебя яблоки, то это уже тоже... Ограничим в себе другом в чём-то. Ограничим в чём-то, да. Или добавляем в себе нагрузки какой-то, ну, с умом всё просто делаем. Ещё, скажите, пожалуйста, нам, насколько вообще изменится состояние организма человека, вот обычного, вроде бы здорового внешнего человека, но который вдруг перестанет или уменьшит потребление сахара. Что вообще может произойти с ним хорошего? Хорошего может произойти очень многое, да. Вот, о, Слав, через два дня, смотри, исчезнут перепады настроения через два дня. То есть это вот эти два дня, когда мы начинаем, да, то есть надо потерпеть хотя бы два-три дня. А, кстати, вот системное ограничение, оно и потом не так хочется постоянно. Ведь неспроста вот эта фраза, да, чем больше есть, тем больше хочется. Это, в первую очередь, про углеводы, поэтому... Через два дня перепады настроения, нормализуется работа пищеводительной системы, и организм, слава, начнёт лучше усваивать пищу, понимаешь? Улучшается вкус обоняние, кстати, да. А что происходит дальше? Покажите нам, пожалуйста. Так, неделя без сахара, Слав. Ты ощущаешь прилив сил, энергии, ты становишься... Ты спишь более крепче и легче просыпаешься, так? А, вот, да, мы здесь тоже можем видеть. Это неделя без сахара. Есть ещё, по-моему, 10 дней без сахара. 10 дней, месяц и 5 дней без сахара. Да, покажите нам, пожалуйста, ещё, что произойдёт, когда будет 10 дней без сахара. 10 дней без сахара, о, мы похудеем почти на 2 килограмма. А самое главное, нормализуем артериальное давление. У кого, например, оно повышено, можно и нормализовать. И холестерин, да, это всего 10 дней, Слав, представляешь? Уже начинает всё приходить в норму. Я могу представить, что будет через год, через два, если мы ограничиваем потребление. Выбедет моложе ровесников. Ну всё, мы становимся молодыми. Очень интересная, очень интересная слайда, очень интересная информация. Спасибо большое. Очень хорошая мотивация. Очень хорошая. Для тех, кто смотрит программу, мотивация к себе. Спасибо вам большое. Кстати, а существуют ли какие-то полезные сладости? Я всегда считала, что зефир, мармелад – это одни из тех полезных сладостей. Да, я не могу сказать, что это не полезные. Это полезные сладости. Они содержат пектин или вот агар-агар там, да, то есть это полезные сладости. Они, инсулин постепенно у нас вырабатывается на эти сладости, и это более полезно. То есть, опять же, это натурально, то есть это более натуральная продукция. А вот, Светлана, многие наши зрители уже с ручками и блокнотиками ждут вашего рецепта. Что вы можете посоветовать? Какой-нибудь, вот даже, может быть, показать, приготовить какой-то полезный десерт? Да, вот мы просим вас, пожалуйста, потому что я вижу уже здесь вот наши помощники принесли то, что вы приготовили дома сегодня. Расскажите. Я с огромным удовольствием хочу всех познакомить со своим десертом. Вообще, десерт-лакомка, он, это вкус моего детства. В детстве бабушка готовила его, используя желатин. Но так как желатин – это продукт животного происхождения, готовится он, изготавливается, да, из хрящей и кожи животных, то я предлагаю, как фитнес-тренер, заменить некоторые продукты в этом десерте. На более какие-то полезные диетические, правильно вы скажете? Так, смотрите, дорогие зрители, вот десерт на самом деле выглядит, выглядит как обычное желе, но здесь агар-агар. Вообще агар-агар – это уникальный такой желеобразователь, потому что он обладает калорийностью ноль, он чудесно чистит наш организм, то есть попадая в кишечник, он усиливает перистальтику кишечника, он способствует очищению. Особенно, вы знаете, для нашей зоны тяжелые металлы уходят. То есть, ну, понимаете, это… Агар-агар-агар вместо желатина способен улучшить наше здоровье. Совершенно верно. Более того, он намного легче в приготовлении, то есть, например, если желатин, он при комнатной температуре, он бы уже расплавился. Ну, я смотрю, вы принесли нам показать агар-агар. Да, я все покажу. Просто я хочу показать десерт, вот он на агар-агаре, и он никуда… Его можно переворачивать, грубо говоря, да? Ну, я сделала такую дозу, чтобы он был достаточно мягким. С агаром можно экспериментировать, можно как мармелад делать, так и такой мягкий. Вот я хочу показать, это такой белый порошок. Можно я к вам подойду? Да. Добывается он из водорослей красных и бурых. Когда я училась на биологическом факультете, это у нас была питательная среда для выращивания микроорганизмов. И тогда я еще не думала много лет назад, что я буду из него готовить. Когда я буду из него лакомку десерта. Да, ну тогда… То есть основной загуститель такой для полезных блюд – это агар-агар, что вы рекламируете. Вот он как бы в таком виде уже. А чем вы подслащиваете вот свои полезные десерты? Чтобы десерт, чтобы снизить калорийность, ведь на самом деле калорийность вот такого десерта – это, конечно, сахар. И чтобы снизить калорийность, я добавляю стевию. Стевия – это однозначно обман мозга. Нужно это понимать. То есть вот эта сахарная зависимость, употребляя стевию, она никуда не уйдет. Но мы снизим калории. То есть, например, если с сахаром этот десерт будет около 300 калорий, может и больше, то со стевией – 70. А, серьезно? Даже не представляла, что это настолько мало будет калорий. Вот. И на самом деле, ведь экстракт стевия всего лишь 15 капель заменяет 2 столовые ложки сахара, которые вот в этих двух креманках. То есть это очень удобно, и это очень быстро. Стевия бывает и в порошке, и натуральное сырье в листьях. Можно мы Славу угостим? Да, я вас приглашаю попробовать. Это вообще волшебный десерт, это вкус детства, он очень полезный. Вы можете съесть целую креманочку, ничего с вами не случится. Слава поделит и следует. Ой, посмотрите, дорогие друзья, вот как это красиво выглядит. Вот такой замечательный десерт. Я беру? Я пробую. Поэтому я всех просто призываю. Сейчас это очень доступные ингредиенты. Оно не сладкое? Используйте, да. Ягоды дают вот какую-то такую вот кислинку. Он такой нежный. Да, и вы знаете, можно же, конечно, добавить фрукты, но есть такое просто правило есть. Чем кислее фрукт, тем меньше калорий. Поэтому супер низкокалорийный десерт будет из кислых ягод. Это ваш такой секрет, как можно есть сладкое? Конечно. Полезно для здоровья. И не полнеть еще при этом, да? Агар-агар, стевия, ягоды. Мне просто кажется, что любые ограничения для мозга, они так же губительны, как и вседозволенность. Поэтому... Армалек, понравилось? Отлично, нам всем хватит, девочки, да. Тут вообще, когда не сладко, но при этом... Оно волшебно. Все обязательно, телезрители, сделайте этот десерт себе завтра же. Очень легко. Ну что ж, да, вот мы видим ингредиенты, рецепт рассказали, секреты тоже, секретами поделились. Единственный секрет, вот в агар-агаре не опасайтесь доводить до температуры кипения, наоборот. Агар-агар любит, даже если он немножко закипит. Потому что желатин при 100 градусах теряет свои свойства, а агар-агар наоборот. Может кипеть? Ну, может, то есть 95-100 градусов. Светлана, давайте спросим мнение врача, да, вот что скажете про этот десерт и про эти компоненты? Замечательный десерт. Доктор, откушайте с нами. Отдобряйся, все-таки килокалории, это вообще супер. Доктор, откушайте с нами. К сожалению, почему у нас в кондитерских нет таких десертов? Вот у меня интересный вопрос. Вот, хороший вопрос, да, для одной из наших следующих, кстати, программ. Ну, вы знаете, дорогие друзья, мы сегодня, конечно же, не только пробуем сладости, мы еще рассказываем, как сделать их безопасными, но оставить вот это вот ощущение вкуса и счастья в вашей жизни. И надеемся, что наши полезные рецепты вам, конечно же, пригодятся. А порой, согласитесь, ведь очень трудно, да, отказаться от любимых сладостей, от любимых десертов, хочется все время попробовать что-то новенькое, когда видишь вот такие вот кондитерские вот шедевры. И ваши полезные советы, вот полезный такой, самый главный полезный совет нашим сладкоежкам. Оксана, что скажете о нашем телевизоре в конце программы? Как я уже говорила, самое главное, чтобы все было в меру. И тогда из удовольствия всегда можно будет извлекать пользу. Мне, наверное, тоже, это самое главное, это мера и, наверное, периодические обследования, наверное, тоже немаловажно периодически себя контролировать, посещать доктора. Светлана, ваш совет? Мой совет употреблять все же десерты в первой половине дня, если вы хотите корректировать фигуру. То есть если у вас есть цель коррекции фигуры, это разговор о том, что мы едим только до 12 часов. Сладости? Сладости. Сладкие вот эти быстрые углеводы, вкусные. Вот. И, конечно, выбирайте фрукты покислее. Покислее, фрукты покислее, это уже очень интересно. Там больше будет витаминов, ну, витамина С, например, но меньше калорий. Это меня научили на Сардинии. Мне всегда говорили, не ешь сладкие апельсины, ешь только кислые, там больше витаминов. Афты из Беларуси, тебе нужно больше витаминов. Спасибо, Светлана, спасибо. Слава, что ты пожелаешь нашим зрителям, сладкоежкам, которые сегодня вот с таким вот удовольствием смотрели и не с нами пробовали практически эти десерты? Не, ну кушайте, конечно, но отрабатывайте. О, отрабатывайте. Ну, отрабатывайте можно по-разному, можно в спортзале, а можно вот так вот с гитарой, дорогие друзья, в прямом эфире, что прямо сейчас и планирует сделать Вячеслав Корса. Ну что ж, сегодня мы раскрыли некоторые тайны сладкой жизни, и очень надеюсь, что советы доброго вечера вам пригодятся, но хорошая песня, конечно же, продлит хорошее настроение этого вечера. Спасибо всем, и до новых встреч в прямом эфире. Субтитры подогнал «Симон» Так не бывает, ты пришла и говоришь, пожалуйста, вот тебе два моих крыла, чтобы не знал усталости. И ни в каких других краях, крыльев таких не сыщешь ты, взлета полоска узкая, только не бойся высоты. Где-то почти растаял снег, где-то цветет боярышник, я же остаюсь на целый век с этой чудесной барышней. Чтобы обняв ей два, бросив обиды давние, я говорил бы ей слова самые главные. Так не бывает, ты пришла и отвела рукою грусть, а за спиною два крыла, а за крылами трудный путь. Если меня осудит Бог, если лишит былых наград, Я опущусь на твой порог и несказанно буду рад. В том, что уже растаял снег, и зацвели подснежники. В том, что живем с тобою век нежности, нежности. Чтобы обняв ей два, едва, бросив обиды давние, Я говорил тебе слова самые главные. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok